Это обзор финансовых рынков от Freedom Finance. В студии с вами Сакен Сарив. Здравствуйте! В четверг основные американские индексы закрылись в зеленой зоне. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся выше 0,4% до уровня 2724 пунктов. Технологический индекс Nasdaq Composite вырос на 0,18% до уровня 7078 пунктов. Промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,61% до значения 25 075 пунктов. Темпы создания рабочих мест в частном секторе США повысились в декабре и превзошли прогнозы аналитиков. Количество рабочих мест увеличилось на 250 тысяч. Об этом свидетельствуют данные ADP Research. Это максимальный прирост числа рабочих мест за месяц с марта. Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа рабочих мест на 190 тысяч. 9 из 11 секторов S&P 500 закрылись в положительной зоне на вчерашней торговой сессии. Среди лидеров просто были энергетический сектор, финансовый сектор и телекоммуникации. Отраслями которые показали наиболее негативную динамику в этот день были коммунальный сектор и сектор недвижимости. Наиболее популярными акциями S&P 500 в четверг были Intel, General Electric и Bank of America. Одними из аутсайдеров торгов стали акции Intel, которые просели на 0,83%. Эксперты выявили в процессорах Intel уязвимость, которая позволяет злоумышленникам получить доступ к файлам и данным, хранящимся в памяти ядра. Издание регистра отмечает, что дефект затрагивает почти все процессоры Intel, AMD и ARM, в большинстве компьютеров на базе Windows, а также смартфоны и другие устройства. Из-за его наличия обычные пользовательские программы могут увидеть структуру защищенной части памяти ядра и способны выявить место хранения конфиденциальной информации. Помимо персональных компьютеров, под угрозой оказались и облачные сервисы. Исправить недочет могут только разработчики операционных систем. При этом экстренное обновление версии операционной системы может снизить производительность устройства до 30%. Дополнительный негатив несли новости о том, что генеральный директор Intel Брайан Кжанич продал существенную долю собственного пакета акций уже после того, как самой компании стало известно об уязвимости собственных процессоров. Однако широкой публике данная информация была недоступна. Цены на фьючерсы на нефть в марке WTI с поставкой в феврале по итогам торгов на NIMAX выросли на 38 центов или на 0,6% до уровня 62 доллара за баррель. Бренд, в свою очередь, показал прирост в 23 цента, достигнув отметки в 68,07 долларов. По данным Миниэнерго США, коммерческие запасы сырой нефти в стране, за неделю окончившись 29 декабря, сократились еще на 7,4 млн баррелей. Снижение запасов нефти оказалось значительно больше опубликованного накануне прогноза API и больше прогноза аналитиков S&P Global Pets. Цена золота по итогам торгов на COMEX повысилась на 3,1 доллара или на 0,25%, до значения 1321,6 долларов за тройскую унцию. Цены на золото начала волатизм после публикации протокола декабрьского заседания ФРС, который показал, что официальные лица Центробанка США обсуждали возможность более быстрого повышения процентной ставки в 2018 году из-за вступления в силу налоговой реформы, которая приведет к снижению налогов. В 2017 году ФРС трижды повышала значение процентной ставки. Фьючерсы на медь на Чикагской бирже выросли на 55 центов до уровня 326,3 доллара за контракт. Сегодня в фокусе внимания инвесторов будет декабрьский отчет о состоянии американского рынка труда. На сегодня у меня все. С вами в студии был Сакен Сырыф и это обзор финансовых рынков от Freedom Finance. Прибыльных вам сделок и до скорой встречи!